Добрый день! Вы смотрите новости в студии Кирилл Гусев. Вначале расскажем о главных темах выпуска. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с Общероссийским народным фронтом продолжают рейды по общественным местам Барнаула. Очередная проверка прошла на одном из рынков. Народная лыжня появится в парке Юбилейный. Накануне там прошел субботник. Все неравнодушные расчистили будущую трассу. Подробности в нашем выпуске. Эти девушки стреляют не только глазами. В Алтайском крае прошел этап всероссийского конкурса красоты среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы МИС УИС. 230 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. Выздоровели 251 пациент. Также зафиксировано 8 смертей, 5 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае свыше 24,5 тысяч инфицированных. Из них 21 тысяча выздоровели. Сейчас лечение в госпиталях проходит почти 2500 пациентов с коронавирусом. Кроме того, почти 2000 с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным Оперштаба, тяжелобольных 611 пациентов. На аппаратах ИВЛ 157 человек. Всего за период пандемии в регионе скончалось 1030 инфицированных. В том числе из-за коронавирусной инфекции 512 человек. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с Общероссийским народным фронтом продолжают рейды по рынкам Барнаула. Они проверяют соблюдение ПИД-правил, а также масочного режима. В случае нарушений выписывают предписания или составляют протоколы. Очередной рейд прошел на рынке Юбилейный. Подробности расскажет Дмитрий Дроздов. Рынок Юбилейный стал четвертым, где проходят крупные рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. В предыдущих трех торговых точках были выявлены мелкие нарушения. Но эта проверка началась с хороших новостей. Мы здесь оценили, и здесь можно позитивный факт отметить, что у нас установили здесь рециркуляторы, их 10 штук. То есть мы не видели это, условно говоря, на сельхозрынке, да, и давали такие рекомендации устанавливать. Нужно попользовать эту практику. Сотрудники Роспотребнадзора проверили каждый уголок рынка. Начали с главного входа. Специалисты обращали внимание на соблюдение масочного режима посетителями и продавцами. Наличие средств для обработки рук и рабочего места. Употребители, возможность обработки рук чем предоставлена? Это кто? Маски предоставляем, салфетки, все, для рук предоставляем. А температуру вам кто-то не видит? Да. Где мы там на входе, мы все проверяем, все записывается. То есть тогда, когда вы приходите? Да, когда мы приходим на работу. Важный вопрос от проверяющих – контроль за здоровьем арендаторов. Администрация рынка показала специалистам журнал, в котором указано время термометрии рабочих. Сотрудники Роспотребнадзора обратили внимание на то, что измерение у рабочих проходило в течение всего дня. Вы просто смотрите, 400 предпринимателей в рынке, да, то есть как вот, например, вы видите вот этот процесс. То есть люди должны прийти, там, не знаю, в 6 утра для того, чтобы, скажем так, все количество прошло, замерило температуру, да, даже бесконтактно. И, получается, вышло 8 часов там на свои торговые места. Я вижу это вполне нормально и объяснимо. У вас работает несколько входов в здание рынка. Вам нужно закрепить ответственных специалистов. Бесконтактная термометрия занимает несколько секунд. Определиться, кто в какие группы входные входит и проверять температуру. По итогу проверки на рынке юбилейный был выписан один протокол на продавщицу за неправильное ношение маски. Она была на подбородке. Вдобавок специалисты дали рекомендации администрации рынка. Будут применены меры административного воздействия в отношении гражданина, который не соблюдал требования по масочному режиму. А также будет выдано предписание о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях в части соблюдения режимных моментов. То есть наличие ДЭС-средств, инструкции по применению этих средств и правил обработки. С 1 октября на сегодняшний день проведено 3016 профилактических мероприятий. Это специализированные рейды и другие проверки. За это время организациям выдали 280 предписаний. А в отношении физических лиц за весь период пандемии управлением составлено 216 административных материалов. Дмитрий Дроздов, Алексей Михайлов. Новости. Суд признал бывшего замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Черных и бывшего главного лесничего Белокурихинского лесничества Сергея Пухерева виновными в превышении должностных полномочий. По данным краевой прокуратуры, в феврале 2017 года Пухереву поступило предложение от предпринимателя разрешить проведение рубок в защитных лесах на территории Белокурихинского лесничества. Он обратился к Черных с просьбой о согласовании работ. Чиновник одобрил вырубку якобы для прокладки противопожарного разрыва. Общий ущерб лесному фонду региона составил почти 1 миллион рублей. Суд, учитывая возмещение ущерба в полном объеме, назначил Черных штраф в размере 35 тысяч рублей, а Пухереву – один год условного лишения свободы с испытательным сроком в один год и два месяца. Выпившие мужчина и женщина устроили пьяный дебош в Александроневском соборе в Барнауле. Как рассказала очевидец инцидента, во время вечерней службы в храм пришла нетрезвая пара. Во время благослужения мужчина сел на пол, за что получил замечание со стороны прихожан. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой выпишевый повсетитель заявил, что может ходить в церковь, когда захочет, и неважно, в каком он находится состоянии. Священнослужитель вместе с прихожанами вывели дебоширов из здания, после чего началась драка с участием по меньшей мере пяти человек. Дальнейшая судьба пары неизвестна. Народная лыжня появится в парке «Юбилейный». На минувших выходных Краевое министерство спорта, Городской комитет по физической культуре и общественники убрали заросли и мусор на маршруте будущей трассы. Мы часть жизни проводим здесь в парке. Наши дети, вот, кстати, наши дети здесь стоят, они пришли тоже на субботник, они здесь занимаются спортом, они здесь отдыхают. Собственно, и почему бы нам не принять участие в этом во всем. Трасса «Юбилейная» будет на один, два и три километра. Чтобы ее доработать, нужно больше снега, поэтому лыжникам придется немного подождать. Когда трасса появится, за ней будут ухаживать. В городе специально перевели школу сюда, вот, на пятую западную, чтобы ни шага на доступности дети могли тренироваться. А, естественно, девятая спортивная школа. Естественно, мы и эту трассу передадим, и они будут обслуживать и зимой, и летом. Зимой, если ежедневно снегоход «Буран» не будет прокладывать дистанцию, ну, навряд ли мы привлечем сюда лыжников. Города, муниципалитеты Алтайского края, которые готовы к этому, мы готовы поддержать и организационно, и информационно, и где-то финансово. Потому что есть составляющая бюджетная, и есть составляющая внебюджетная. В городе Барнауле народная лыжня – три локации. Это лыжня Ильича, это лыжня юбилейная и лыжня изумрудная. За каждой из этих объектов должен стоять человек. Тот, который возьмет на себя основную ношу. Вот здесь это город Петр Иванович Кобзаренко. Новое освещение появилось в Барнаульском парке Изумрудный. Его смонтировали в рамках программы формирования современной городской среды. Всего в Изумрудном установлено больше сотни фонарей дальневосточного производства. Всю подготовительную работу подрядчик сделал еще в теплое время, поэтому с монтажом не возникло сложностей. И теперь жители краевой столицы могут в вечернее время комфортно гулять в парке. Напомню, Изумрудный уже обзавелся новой велосипедной и пешеходной дорожками. Камерами видеонаблюдения и молодыми деревьями. Он посетил 130 стран, написал 57 книг и путеводителей. Московский путешественник Антон Кротов побывал в Барнауле с лекцией об автостопе по Африке. На несколько часов он погрузил слушателей в жизнь далекого континента и доказал, что все не так страшно, как кажется. Жизни моей ничего не угрожало, но понятно, что всегда есть неприятности в ДТП попасть с машины, какой-нибудь свалится. Всегда могут быть какие-то проблемы, как и в любом путешествии, как и в любой жизни. Поэтому это не намного опаснее, чем путешествовать по Горному Алтаю, по Туве и так далее. Свободный человек, так себя называет Антон Кротов. После школы он отучился несколько лет в авиационном институте, но ушел из него 20 лет назад. Решил посвятить свою жизнь путешествиям. И с последнего он два года автостопом ездил по Западной Африке. Посетил 14 стран, среди которых Марокко, Мавритания, Сенегал, Гвинея и Мали. У меня был опыт автостопом, проездом, а это как гуру. То есть это тот, кто дает советы, тот, кто вдохновляет своим опытом. То, что все это можно. На самом деле мир гораздо дружелюбнее к нам. И он гораздо меньше, чем нам кажется. Он более хрупкий. Нас крайне агрессивно настраивали к Африке, что это абсолютно непосещаемое, абсолютно нетуристическое место. Вот это, пожалуй, что все-таки туда доступ открыт, что можно ездить. В молодежном театре Алтая начались репетиции постановки «Сиротливый Запад» по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха. В спектакле всего четыре действующих лица, но задействовано восемь актеров. Режиссер Андрей Воробьев работает с двумя составами. Макдонаху не надо мешать. То есть нельзя Макдонаху навязывать какие-то свои решения. То есть нужно очень внимательно прочитать буквально каждую ремарку, каждое слово и поставить так, как написал Макдонах. Только тогда эта пьеса заиграет, только тогда в ней будет юмор и только тогда это получится хороший спектакль. Премьера постановки состоится в новогодние праздники. Посмотреть и оценить ее будет можно 3, 4 и 5 января в 17 часов. Билеты уже есть в продаже. Эти девушки стреляют не только глазами. В Алтайском крае прошел этап всероссийского конкурса красоты среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы «Мисс УИЗ». Они демонстрировали владение оружием, отжимались, показывали знания нормативно-правовой базы. Помимо этого восхищали и своей красотой. Победительница конкурса Анна Кольченко с восторгом вспоминает про один из этапов конкурса «Ночь в музее». Мы станцевали танец с моим партнером Ильей и оживили картину убийства Дездемона. И заодно показали, что статья 105 КРФ «40 лишения свободы от 6 до 15 лет». На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго.